Жильный населенный пункт не скучный. Жильный населенный пункт староживый. Слава Украине! Героям слава! Вы все на себе поймете. Друзья, всем привет! Ну что, поздравляю, сегодня день болот. То есть день России. И это настоящий сегодня праздник, потому что Россия в этот день уменьшилась. Ну, Кубань пока еще оккупирована Россией. Но села благодатные, не скучные, сторожевые, а также десятки километров нашей территории уже освобождены. Сейчас о том, что происходит на фронте, как идет контрнаступление. И о том, как Шойгу пытается забрать армию у Пригожина, а тот не хочет. В общем, день России проходит прямо, знаете, с подъемом. Так знаете, с огоньком, я бы сказал. Огонек этот просто пылает, по российским танкам бежит, позициям, по российским пропагандистским студиям. В общем, все как надо, друзья. Сейчас расскажу вам подробно. Помогите поделиться этим видео. Давайте поздравим дорогих наших соседей с праздником, с этим днем, чтобы они в полной мере ощутили на себе, что они заслужили. Друзья, вы знаете, что для этого сделать. Лайк, нажмите кнопку, палец вверх. Подписка, прямо внизу под описанием, нажмите кнопочку. Спасибо. Комментарии. Пишите ваши поздравления с Днем России. Мне очень интересно прочитать их. Самое креативное, друзья, озвучу в следующем своем ютюбе. Так что давайте, пишите. Очень интересно послушать вас. Ну и, друзья, надо поздравить Россию с праздником, а это легко сделать. Задонатьте на сбройные силы Украины. В 21-й бригаде мы продолжаем собирать на автомобиль. И 21-я бригада как раз сейчас на острие. Это уже не тайно, я могу об этом сказать, потому что об этом уже пишет международная пресса, Wall Street Journal. 21-я бригада сегодня воюет в районе Орехова на острие украинского контрнаступления на одном из направлений. Давайте поможем ребятам. Там вот писали, чего, чего в этой бригаде. Ну вот, друзья, чего. Поэтому давайте, присоединяйтесь, поддержите наш контрнаступ конкретным делом. Итак, что у нас по контрнаступлению? Это, безусловно, главное событие. Вообще, давайте я хочу сказать несколько слов. Конечно, украинское контрнаступление, наверное, там, стало одним из самых ожидаемых вообще военных операций, не знаю, современной истории. О нем говорят уже несколько месяцев, даже больше, может быть, полгода, и обсуждают, а где, и как, и что. Ну, и как вы понимаете, что это, конечно, фактор внезапности, это размывает сильно. И так как нам удалось под Харьковом просто их захватить врасплох, сейчас это сделать сложнее. Вообще, мне кажется, что чуть слишком много говорили о нашем контрнаступлении. Очень многие украинские там политики, лидеры, потом они в конце начали постить видео про тишину. Ну, мне кажется, это надо было делать чуть сразу. Ну, в общем, это такое, создали какие-то завышенные ожидания. И многие люди уже так ждали, что вот сейчас мы пойдем, и там, как под Харьковом, за несколько дней они обвалятся и рассыпятся еще. Друзья, нужно быть реалистами, я это говорил здесь в эфире неоднократно. Это тяжелая война, против нас большая армия, которая вооружена очень обильно. Может быть, не очень качественно, но очень обильно. И у них много-много-много этого железа, которое убивает. И они его активно подвозили и готовились. Они вгрызались в землю все эти полгода, строили, да больше. Больше, чем полгода, фактически год по некоторым направлениям. Строили линии укреплений. Посмотрите, вот схема укреплений, сколько линий они там защищают этот сухопутный коридор, который они смогли у Украины отгрызть. Отдельная тема, как это произошло, почему тогда так у нас валился юг, и они так, как на параде ехали, и как в Мариуполь был окружен. Но мы это как Чангар проехали. Друзья, это отдельные вопросы, мы их еще тоже с вами обязательно будем обсуждать после нашей победы. Вот, а теперь это все надо отбивать. Но они, как вы видите, вгрызлись очень сильно. Посмотрите на эти спутниковые фото, чтобы вот все заминировано, все пристрелено. Но они стоят и ждут, а нашим идти вперед. И это всегда намного сложнее, чем защищаться. Поэтому нужно понимать, друзья, и молиться за наших ребят, помогать им, кто, если кто-то может, донатом или лайком, шером, комментарием, чтобы информационно поддержать и монетизацией таких каналов, как мой. В общем, друзья, это наша задача, вот все же сделать возможное. Потому что, конечно, там очень все непросто. Но несмотря на то, как Россия долго готовилась, несмотря на это, у нас есть результат. Мы не просто там бьемся об эти позиции и несем потери. Нет, мы прорываем, и по одному из направлений у нас есть очень серьезный результат. А именно вот этот Времеевский так называемый выступ, вот уже российские эти милблогеры пишут, что все, он потерян. А это десятки километров квадратные, друзья. Но, чтобы вы понимали, только за вчера сообщено, там, за вчера, сегодняшнее утро об освобождении территории сравнимой с Бахмутом. Они Бахмут 10 месяцев брали. И, собственно говоря, так до конца его уже, так, если так, вот, прям по чистоте не взяли. А тут мы за дней 5 нашего контрнаступления отбили территорию, сопоставимую с Бахмутом. Посмотрите, как наши герои из 129-й бригады освобождают населенный пункт. 10 червня 7-й окребный батальон удар рейд 129-й бригады извольнив населенный пункт Нескучный. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть буранам! Украина! Моя душа! Путин! Еще какой, не скучно, не скучно нам. Ребята, слава вам и спасибо, и пусть Бог вас бережет. Посмотрите, как наши герои из 35-й бригады морской пехоты, которые, кстати, друзья, вместе с вами, вот вы сейчас будете смотреть видео, и вы можете чувствовать в себе тоже такое, знаете, удовлетворение. 35-й бригаде морской пехоты мы с вами очень много помогали. Это антидроновые ружья, это машины, это дроны. Я очень хорошо знаю эту бригаду, и ее командира, героя Украины, и многих ребят там. Они действительно просто красавцы. И вот они освободили на сегодняшний пункт Староживое. Посмотрите. Слава Украине! Героям слава! Слава морской пехоте! Слава! Слава! Едерская бригада! Благодатная! Посмотрите! Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот так, вот вам и ответ Стрелков уже говорит, что это вообще-то военный мятеж Как же так? Ай-яй-яй Но Пригожину все равно Более того, он начинает еще рассказывать Сколько потратила Россия На продвижение своих интересов в Африке И арабском мире Стоит там почти 147 миллиардов рублей Ну это годовой бюджет российского региона Больше намного, чем большинство российских регионов Вот он делает КОПОСТ А чего? Да потому что же вот там Кадыров его попрекнул Что он, мол, зарабатывает деньги на кормление Минобороны Он же повар Путина Начинал-то он как лейб-повар, как говорит Стрелков То есть придворный повар А теперь он дорос до каких вершин Ну и вот типа это ответ Пригожина Ну а Кадыров продолжает засовывать кинжальчики в спину Пригожина И вот ТикТок войска Пошли подписывать контракт Не, не с ТикТоком Конечно, правильнее было бы Пригожинским ТикТок войскам Подписать контракт с ТикТоком Но они его подписывают в Минобороны Ну, чтобы показать, что вот они послушные А Пригожинцы нет Посмотрите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Будем служить России и побеждать В общем, друзья, на болотах Жаба с гадюкой сцепились Да уже удалите скорее друг друга В День России Россия стала меньше А вы там удалите друг друга и развалитесь уже к черту Надеюсь, это последний раз, когда Есть еще вообще такое понятие День России Надеюсь, через год будет День Кубани День Чечни Ичкерии День Дагестана День Ингушетии День Калмыкии Вот какие дни мы ждем И вместе с вами, друзья, будем их праздновать Ну, а раз мы уже вспомнили Кубань В конце, хочу Знаменитый кубанский казачий хор Достояние, как они говорят, России Поет самую правильную песню Послушайте ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ